В сегодняшнем эпизоде Сабнатика Беллоу Зироу. Пороемся в грязном бельишке. Сим Хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами снова играем в Сабнатике Беллоу Зироу. И мы со своим крабом сейчас собираемся отправиться на остров станции Дельта, чтобы применить наконец-таки тестовый модуль, который мы, по-моему, кстати, еще даже не скрафтили. У нас есть стержень реактора, у нас есть модуль тестового режима. Погодите, мы все сделали. Быстренько, секундочку, мы просто смотрим, что нам не хватает для полного счастья. Для полного счастья не хватает выгрузить все ресурсы и заодно наловите рыбу воду, рыбу еду. В общем, всего этого добра, чтобы как следует поесть. Поесть, попить, попить, поесть. Главное, больше воды. Еда восстановлена, вода восстановлена, но я бы еще одну поймал, на самом деле, рыбку. Где-то тут она плавает. Я, кажется, вижу свою жертву. Вот она, ничего не подозревает. Не подозревает, что хищник смотрит на нее из-за кустов. Куда она делась? Я просрал ее. Хреново из меня хищник. А, вот она, поймал. Остальное просто выкладываем. Модуль погружения для краба. Нужно три рубина, эмалевое стекло и синтетические волокна. Чтобы сделать синтетические волокна, нам нужно рубин и вырезка спиралевика. А вот где ее взять, хрен его знает. Что-то спиральное-то, скорее всего. Будем искать все, что напоминает спираль, короче. Итак, где база дельта? Где она? Вот она. У нас же теперь вообще круто все. Ууу, наконец-то. Я так скучал по этому. Спокойно перемещаемся. Цепляемся здесь. Мне не нравится на самом деле. Здесь это уродско сделано в этой игре. Потому что как только я оказываюсь в воздухе, видите, даже я просто жму вперед, и все равно тратится топливо. Оттого весь кайф использования крюка пропадает. Ну, все равно мы ускоряемся, конечно. Тоже прикольно. Мне нравится, короче. Но понравилось бы чуть больше, если бы не вот это говно, что они придумали. Евгений часто недоволен, по большей части. Пока не увидел никакого спиральвика. Воу, нифига себе. Слушайте, а реактивный ранец гораздо лучше работает на суше. Кстати, у меня плохая новость для вас, ребят. Я прикусил язык. Очень сильно прикусил, когда кушал. Но очень вкусно кушал, спасибо. Рад, что вы за меня радует. И, в общем, не удивляйтесь, если будет язык сильно заплетаться. Я буду менять R на L и L на R. Давайте обойдем быстрее. Вот так, хоп. О, стоп. Цепляйся. Как-то я хреново придумал. Давай. Давай, поднимайся. О, здесь пингвикрылики живут. Так, вон я вижу лестница. Зацепились. Что-то нам не хватает тяги. Короче, не так весело на суше использовать гарпун, как я думал. Реально, запороли механику. Она была гораздо лучше. Низкие потолки. Давай протискивайся, крабушка. Крюк. Нет. Так, я... Ой, блин, я, кажется, задавил... Я убил его. Поднимайся. Поднимайся, мой друг. Ну, пожалуйста, давай. Типа, ты ходишь среди остальных. Ты живой. Блин, надеюсь, не я его убил. А, это я их убиваю, когда наступаю на них. Блинушки, простите. Ладно. Просто забыли об этом. Все. Ой, блин. Извините, пожалуйста. Вот она. Ну-ка, мы дострельнем до этого модуля крутящегося. Зацепились. Подпрыгивай. Не могу. Не могу. Все. Обрубили весь кайф. Хорошо, давайте выйдем и все сделаем сами. Господи, какая игра-то, блин, стала аккуратная слишком, по-моему. Ну что, давайте впендюрим все. Вот если бы все разработчики были бы как ребята из Valve. Вот эта грави-пушка, которую они дали использовать людям. Играться как хочешь. Не было ощущения, что тебя ограничивают. Замечательно. Теперь обратно к терминалу. Какому? Вот этому, судя по всему. Ничего страшного. Окей. Должен сойти, пожалуйста, с работой. Пойдемте в краб и сядем обратно. А то что мерзнуть просто так? Так, он какой-то сигнал ловит, судя по всему. Да, спутник отключен. Я впечатлен. Это было весьма изобретательно. В смысле? Аллан, не позорься, господи. Это было самое элементарное, что можно было придумать. Ты же высший разум должен быть. Дальше ты что? Маргарет звонит. Ладно, альтеранка. Этот раунд ты выиграла. Приходи в мою теплицу. Она примерно в километре к востоку от тебя на айсберге. У меня для тебя подарок. Я зайду, как будет время? Конечно. Как знаешь. Если в твоем занятом социальном календаре найдется для меня минутка. Приходи в мою теплицу. Она в километре к востоку от тебя на айсберге. Как понять, здесь есть карта? Здесь же карты даже нету. Короче, понятно. Мне нужно было скрафтить компас, а мне его нету. Я не понимаю, где здесь запад, где восток, где чё. А я могу сделать компас вообще? В целом, у меня есть такой чертеж? Я могу сделать компас и мог бы его сделать, если бы не затупил. Медный провод и комплект проводов. Я чувствую, как у меня язык заплетается. Медный провод и комплект проводов. Так больно прикусил. Но сейчас не болит, а просто как будто бы его нету. Как будто бы онемевший кусок. Ладно, вернемся домой. Потом вернемся сюда и посмотрим, где этот восток, чёртов. Погодите. А что, если мы сходим сюда ещё раз? По-моему, на этой базе заброшенной была комната с картой. Если мне память не изменяет. Что, реально, у моего краба осталось всего лишь 16 энергии? Какое-то говно. А, спасибо. Ничего такого здесь нету. Идем домой. Какой у нас, однако, краб неёмкий в плане аккумуляторов. Энергоячейка по 11 заряд. Нам нужно сделать зарядник для энергоячейек. Расширенный комплект проводов. Литий и титан. Серебряная руда. Две штуки за комплект проводов. И вот проблема. У нас всего три серебряные руды. Ну, теперь уже одна. Пожалуйста. А, нет, всё есть. Компас готов. И зарядное устройство энергоячейек тоже готово. Всё, вынимаем сразу. Извлечь. Пусть заряжаются. Надеюсь, нам хватит энергии. Вполне себе. И сразу бы сделать две энергоячейки дополнительные. Силиконовая резина две штуки такие нужно. Раз-два. И две батарейки. Давайте возьмём вот эту. Этого у нас, ну, в принципе, хватает. Раз. И два. Заменяем энергоячейки. Всё, можно идти. И мы здесь. Как эпично вынырнул. К востоку от того места, где ты стоишь, сказала она. Восток, восток, восток. Юго-восток. Восток. Ровно километр на восток. Там должен быть какой-то айсберг. А может ли это быть ловушкой? Как бы мы доказали Маргарет, что она может нам доверять? Вроде как. Она нам ещё ничего не доказала. Она просто нас не убила пока что. Чёрт. По-моему, мы куда-то очень глубоко падаем. А нам не вообще надо? Цепляемся. Я зацепился? Я зацепился. Стоп, стоп, стоп. Потерял восток. Восток. Мне нужен айсберг. Здесь надо зацепиться за что-нибудь, за выступ. Я не зацепился. Айс. Да за рыбу, сволочь. Тупая рыба. Нет. Стой, стой, стой. Всё, вот здесь. Будь ты проклята рыба. Ещё раз. Вверх. Цепляемся за кита. Хорошо. И цепляемся вот за эту штуку. Есть. За что-то ухватился. А это что такое? Давайте попробуем здесь встать. Стоим. Кажется, стоим. Морозного анимона, сердцевина. Это вкусно? Да, это воды много восстанавливает. Ну-ка, а если он ничего не даёт? Так, ну уже вот айсберги пошли. Всплываем. Включаем режим дерьма. И всплываем. И всплыли. Давайте сберёмся на айсберг предков. И посмотрим, куда нам здесь... Спасибо, туман. Я вижу всё. Я ничего не вижу. Нашёл. Главное просто уцепиться нормально за всё. Вы прикиньте, не цепляется ни за что. Всё, всё, я падаю. Ну-ка, наверх. Такая ты мразь, конечно. Давай, гарпун. Есть. Очень сложно порой пользоваться этим гадом. Опа, вижу ящики. Мы на верном пути. Вот куда нам нужно. Опа, стук, стук, стук в дверь. Заходим. Хорошо, всё открыто. Красиво. Давненько этот чёртов спутник не пролетал. Полагаю, это твоих рук дело. Ни одна Сэм в семье знала, что делать с туманными указаниями и старыми проводами. Она была та ещё штучка, твоя сестра. Первый раз, когда я её встретила, я была уверена, что она литеранка до мозга костей. Не пятнышко на униформе. Повсюду рассылала шпионить своих чёртовых птиц и роботов. Потом она меня удивила. Возможно, даже чересчур. В смысле, если правда хочешь знать, на верстаке есть КПК, который направит тебя куда надо. Понадобится что-нибудь ещё? Ко мне не обращайся. Но ты можешь угоститься из моей теплицы. Самое меньшее, чем я могу тебе оплатить за то, что ты стряхнул этих шпионов с моего хвоста. Саня, как ты поживаешь? Как ты вообще здесь оказался? Ты недавно был на той базе. Не отвечает мне. Композитный горшок. Внутренняя грядка. И растение Престона. Смотрите, плод этого растения позволяет успокаивать животных. Вот почему Саня такой спокойный. Как бы я его не резал, видите, всё с ним в порядке. И Маргарет, походу, тоже объелась этого. Ну а давайте срежем. Вот он. Лист растения Престона. Годится в салаты. Итак, 15 еды, тем не менее. Маргарет, я, короче, весь твой урожай соберу. Ты не против, надеюсь. Это меньшее, чем ты можешь мне отплатить за то, что я тебе помог. Сейчас мы всё изучим здесь. Китайский картофель. Мраморная дыня взять. Блин, кучу всего набрал. Есть какая-то стойка. Не знаю, для чего она нужна. В целом, опять же, мне особо не нужно всё это делать, так как не вижу надобности для себя. Я люблю, когда игра... Я уже тысячу раз об этом говорил, ещё раз скажу. Я люблю, когда игра заставляет тебя использовать свои механики. Типа, другого выбора вообще нет. Что-то... О, еда. Я возьму твою еду, Маргарет. Это меньшее, что ты можешь для меня сделать, ведь я помог тебе. Давайте воды ещё заберём. Самое меньшее, что ты можешь сделать. Давай посмотрим, что ты ещё можешь сделать незначительное для меня. Я уже синтезировал антидот и припрятал его в пещере. Я могу его взять и... Это твой план? Думаешь, не сработает? Ты слишком мелко мыслишь. Словно достаточно вежливо объяснить, почему надо уничтожить бактерию. Яльтеры придумают и согласится с тобой. А ты сама в себя веришь или нет? Думаю, да. Думаешь, да? Да ладно тебе. Это угроза или нет? Угроза. С ней надо разобраться или нет? Надо. Ну так кто тут прав? Я. Скажи увереннее. Я права. Я сказал увереннее, а не так, будто ты даёшь показания перед дурацким судом трансгосударств. Я права. Замечательно. Тогда то, что ты должна сделать, запечатать всю пещеру. У меня есть как раз то, что нужно. Я делала её для рыбалки, но она рванула так, что зашвырнула шельф в космос. А вся рыба испарилась. Ладно, а ещё тебя надо ударить по лаборатории, иначе смысла не будет. Вообще-то знаешь что? Давай я этим займусь. Будет весело. Окей. И ещё что-то. Ладно, старушка Марш. Мы ненавидим эту теплицу, так что запомни несколько пунктов, чтобы нам больше не пришлось переделывать худшую работу. Жаль, что голод нельзя просто поймать и заколоть. Итак, первонаперво утепление. Первые несколько ночей почва была твёрдой, как камень. В итоге просто утеплило это чёртово место обезвоженными водорослями. Также помогло добавить плавой масло. Тепла от бочек с водой. Наверное, стоило просто сожрать чёртово лодоросли. Но нет, моё тело жаждет салата. Жаль, я не сделана из экзокостюма. Далее тепличные лампы обязательно. Должна признать, я горжусь своим первым полным урожаем салата. Скормирую половину Престону. Этот снежный сталкер плодоядный, но жрёт почти всё. Хотя всегда выплёвывает половину. Это у нас с ним тоже общее. Из липкой зелёной кашицы получается хороший компост. Погодите, она сказала, что мы поймём, куда нужно идти. Но я что-то не понимаю. Мы взяли КПК. А, мы взяли КПК. Короче, мне теперь получается, вот судя по этому журналу, мне нужно найти пещеру, в которой запечатан антидот. Это какая-то пещера здесь. Смотрите, серебряная руда, золото, инвентарь полон. Давайте крабом это возьмём. А мы не можем взять, ибо крабы руки заняты. Да ё-моё. Оказывается, в крабе целая куча всего было. Это мы тупанули, естественно. У нас есть какой-нибудь маячок? Никакого маячка нет. Что-то я не понимаю, в какой же пещере она запечатала. Единственное, что я помню, был запечатанный вход, заледеневший в пещере. Я его отметил. Вон, ледяной вход. Две тысячи метров отсюда. Вау! С помощью этой технологии я вновь могу найти отпечаток своего народа. Они какое-то время выживали, а затем их след утихает. Так, давайте мы изучим, наверное, да? Так, исследование. Спутник. Ионная батарея у нас теперь появилась. Что, давайте нырять, что ли? Смотрим. Пещера, но в ней ничего нету. О, смотрите, еще земля. В айсберге неподалеку обнаружена мельница. Полный тоннель, образованный таянием льда. Где-то здесь можно что-то найти. Меня раздражает, что нулевая видимость. Я могу случайно сбить пингвик крыльев. Вот, видите, я его в воду толкнул. А может, он не хотел купаться? Вот, куда я пришел? Что это за ущелье? Я не понимаю, где я. Ааа, что-то я вообще запутался. Куда я иду? И что за мельница? О какой мельнице идет речь? Какая-то мельница изо льда. Я надеюсь, тут не будет какого-нибудь, знаете, хранителя края карты, который меня убьет сразу. Я надеюсь, они меня предупредят. Нет, я вижу еще землю. Ааа, смотрите. Ищущий да найдет. О, блин. Прям до кита встал. Давай, 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 есть. Итак, вероятно, что я занимаюсь какой-то дичью почти что 100%. Так оно и есть. Мне здесь вообще нечего делать. В итоге я пришел на тот же самый айсберг к этой штуке. Может быть, это имеется в виду мельница. Но она не образована таянием льда. Хорошо, давайте попробуем сгонять к ледяной пещере. Если там ничего не получится, то попробуем, как называется, помните, та база, на которой мы еще с вами не были? Любое место, в котором мы с вами не были, нам нужно посетить. Кто там плывет? Кусь! Не ожидал? Бурение. Все его пробурили. А он, оказывается, именно этого и хотел. Пилот, давайте, раз уж мы здесь, мы близко, давайте найдем ту базу, которую я в прошлый раз находил, но потом потерял. Я же ее не исследовал как следует. Тут главное понять, куда идти. Я вообще не помню. Вообще не помню, спускался ли это глубоко. А это одно из значимых мест. Его данные, несомненно, помогут нам в поисках. Вот, блин, внезапная находка. Артефакт архитекторов. Этот контейнер мог использоваться для создания небольших микробиомов, водной флоры и фауны. Конструкция указывает на следующий вероятный шаблон использования. Заманивание и ловли мелкой рыбы. Сбор данных о том, как различные организмы реагировали на лечение и различные... Это все хорошо... А! Что это? Медная руда? У меня инвентарь полон. Но... Годи, сейчас водичку попью. Спасибо большое. Хорошая обезьянка. Ага, получается, теперь надо просто отсюда свалить. Стоп, а ведь Маргарет-то здесь нету. Давайте-ка к ней заглянем. Сейчас я буду в наглую просто шарить у нее по квартире, пока ее нету. Пороемся в грязном бельнишке. Бам! Маргарет! Опять ты! Как ты здесь оказалась? Ты только что была в оранжерее. Я пошел сюда, короче. Она явно меня не ждала. Стоп, это что, фрагмент большой комнаты? Большая комната, теперь мы можем ее сделать. Что это? Кухонная плита. Маргарет, что за срач? Не понимаю. Как ты можешь себе это позволить? Это неприемлемо. Душ! Зачем мне душ? Вот опять же, если бы в игре сделали так, что ты можешь загрязняться от этого, подхватывать какую-нибудь болезнь, то душ такой, раз, тебе помогает продезинфицироваться, помыться и туалет, например, испражниться. Но это все просто декор и ничего он с собой не несет. Раковина, например, вот что это такое? Вот что такое все это? Все ни к чему. Ну просто изучаем, раз можно. Мне бы что-нибудь с мотиком связанное. Маргарет, это все, конечно, ужасно. КПК. Через две недели нашего путешествия я по большей части жила внутри грудной клетки существа. Тут было укрытие и еда. Мясо начало гнить. Вонь стояла несравнимая ни с чем. По мере того, как мы плыли, температура падала, а гнилое мясо начало твердеть и замерзать. Медленно и почти неощутимо жнец начал терять плавучесть. Мы тонули, день за днем понемногу. Мое прибежище вскоре должно было стать моей могилой, а я была во власти ветров и течений. Я потерял надежду до тех пор, пока однажды в долине увидела стайку пингвикрыликов. Господи, на Х2, я не надеюсь долгие сообщения слушать. На Х2! Водоплавающие птицы обычно означают близость какой-либо суши. Мне повезло, ветра продолжали дуть. Спустя несколько часов я увидел благословение зрелища. Нечто, похоже на висящее над водой неподвижное облако. Суша. Я воспрянула духом, глядя, как приближала земля. Жнец медленно тонул, но меня это больше не волновало. Когда жнец в конце концов ушел под воду, я была достаточно близко, чтобы не спеша доплыть до берега. Я припомнила, куда надо плыть до черепа мшнеца. Я не для того три недели каталась вверхом на чудовище, чтобы потерять доказательства. Суша никогда не была приятнее. Даже в этом арктическом аду. Молодец, Маргарет, ты, конечно, крутая. Ты прям крутая, не поспоришь. Но срач отменный. Я думал, у меня в офисе хуже, но нет. Варим отсюда. А это что такое? Коллективный разум? Что за коллективный разум? Короче, какая-то сеть растений. Причем мы не можем... Эй, блин, обезьяна, прости. Вот прям под нож. Ведь она потом меня обвинит в этом. Окей, я, к сожалению, не могу найти почему-то эту чертовую базу. Но я сейчас могу найти случайно свою смерть. У меня всего 16 калорий осталось, и еды с собой нету. Погодите, или есть еда? Есть еда, я же у Маргарет стырил. Окей, продолжаем поиск. Погодь. А мы здесь были? По-моему, мы были тут. Мы здесь забрали куб. Это мы все тоже изучили. Так как у нас не было краба, я дальше не поплыл. А тут еще есть куда плыть. Стоп, стоп, стоп. 400 метров глубина. Я должен туда сплавать. Так, заряжаем все баллоны. Это явно что-то новое. Что это? Это личинка всего лишь на все. Окей. А что с ней можно сделать? Жрать можно? Несъедобно. Пошла ты. Что за кристаллы? Значит, пурпурная краска указывает на то, что это формирование и незначительное количество марганца. Марганцовочка, короче. Какая-то мембрана. Могу ударить? Не могу. Скорее, где мой краб? Вон он, краб. Я улавливаю сигнатуру важного предмета, принадлежащего моему народу. Я передам его местонахождение. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Местонахождение